Добрый день! Кошка Одно из самых любимых домашних животных Кстати, ученые долго спорили, можно ли считать кошку именно домашним животным В мире существует великое множество пород домашних кошек От длинношерстных персов, совсем голых сфинксов Давайте вместе посмотрим их фотографии Канадский сфинкс Это уникальная экзотическая кошка В которой странным и причудливым образом сочетаются вещи, казалось бы, совсем несочетаемые Судите сами, кот и вдруг лысый Сфинксы очень ласковые и умные Но все же их дальнейшее поведение зависит от воспитания людей Они легко поддаются дрессировкам и имеют хорошую память Мейнкуны Это крупнейший из кошек Самцы которых достигают веса 10 килограммов Короткошерстная египетская кошка Среднего размера порода кошек с пятнистым окрасом Их пятна находятся не только на шерстке, но и на коже Персидские кошки Одни из старейших в мире Почему-то считается, что они отличаются ласковым характером и полным доверием к человеку Для меня это немного странно Исходя из своего опыта общения с этой породой Могу сказать, что они довольно независимые Тщательно охраняют границы своей личной зоны И подпускают к себе далеко не каждого Даже из семьи, где они живут Долго подбирал слова Но так и не решился произнести слово Хозяин применительно к кошке Персы спокойно и настойчиво просят обратить внимание на них Они сидят около хозяина и пристально глядят ему в лицо Они сопровождают всех домашних из комнаты в комнату Британская короткошерстная кошка Это сильные, добрые, умные, крепкие кошки Бывают от средних до крупных размеров Согласно легенде, являются потомками чеширского кота Абиссинская кошка Одна из самых древних пород кошек Изображение кошек на древних египетских росписях Гробница вельможи Небомона Это 15-14 века до н.э. Книга мертвых Абиссинские кошки названы в честь Африканской страны Абиссиния Ныне Эфиопия Первых кошек, завезенных в Европу Называли Зула Считается, что кошек привез на родину британский солдат В древнем Египте кошка – священное животное Олицетворение богини Луны, плодородия, любви и домашнего очага Бастет Или Баст Богини, а значит и кошки Посвящались храмы по всему Египту Кошку первый выносили из горящего дома В знак траура по умершей кошке Скорбящий хозяин сбривал брови Возницу, случайно задавившего кошку Насмерть забивали камнями Кошку, как воплощение божества Даже мумифицировали В наше время среди ученых нет точного ответа Является ли кошка полностью одомашненным животным Так, например, собака в процессе одомашнивания Изменила свою модель поведения Сумев развить довольно сильную привязанность и преданность к человеку И одновременно утратила множество способностей К охотничьему образу жизни И сигнальному общению Присущему его предкам – волкам Кошка же по поведению почти не отличается от своего дикого предка Демонстрируя высокую независимость и повадки одинокого хищника Многие кошки показывают свою привязанность Устанавливая физический контакт с человеком Например, забираясь ему на колени Известны случаи, когда преданность кошке хозяину Была сильнее, чем у многих собак И это на фоне того, что кошки произошли из семейства Самых опасных и неприветливых хищников в мире Несмотря на споры, большинство ученых сошлись во мнении Что кошка является полуодомашненным животным То есть она способна на сосуществование с человеком Но потеряв с ним контакт Легко возвращается к дикому образу существования Но чтобы не говорили о кошках ученые Все-таки это очень грациозные, красивые домашние хищники Которые могут подарить очень много тепла и ласки Своему другу, человеку До свидания Мир вашему дому До встречи